Иваново утопает в мусоре. С таким заявлением Ивановец Владимир Бибик обратился в твиттере губернатора области Михаилу Меню. По словам блогера, стоит отойти на 100 метров и даже меньше от центральных улиц вглубь дворов везде мусор. Вместе с автором нашумевшего твита наша съемочная группа отправилась на экскурсию по несанкционированным свалкам города. Первый пункт нашего рейда – свалка в сквере в районе Меланжевого комбината. Живет Владимир по соседству. Каждый день, выходя из дома, он преодолевает не ухоженный двор, а мусорную свалку. Мусор даже на детской площадке. Честно говоря, даже не хочется выходить на улицу, чтобы всего этого не видеть. А выходишь или на работу, или в магазин по нужде, или по делам. Гулять негде. Не менее масштабная свалка расположилась в районе улицы Демьяна Бедного. Виновники этого – жители частных домов, не заключившие договор с компанией по вывозке мусора. Люди привозят мусорные пакеты на машинах и сбрасывают в уже привычное место. Об этой свалке Владимир писал в твиттер Александру Кузьмичеву еще в прошлом году, но получил очередную отписку. А это третья свалка прямо в центре города, на улице Варенцовой, около площади Победы. Владимир Бибик уверен, для решения проблемы нужны самые жесткие законодательные меры. Штраф у нас есть, да, за выброс мусора, но они чисто символистские, я считаю, копеечные. Потому что штраф в 100, 200 или 300 рублей проблему не решит. Минимум, я считаю, должен быть штраф за выброс сигареты, окурка от сигареты, жвачку бросили, да, вот, тысяча рублей. Бросили пачку от сигареты, бутылку, пакет из-под молока или из-под чего-то, да, пять тысяч рублей. То есть пакет с мусором полный, десять, вот тогда люди поймут. Поддержат ли городские власти предложение блогера, пока неизвестно. А вот свалки выходные уберут. Это нам пообещали в отделе благоустройства администрации города Иваново. Сдержит ли мэрия свое слово, мы проверим в понедельник. Юлия Миронова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.